сейчас к скотине сходим надо покормить посмотреть это пчеловодство сейчас пока этим не занимаюсь но придет время снова займусь сейчас просто не успеваю все а этот рубик у соседа дедушка дедушка такой рукастый был но потом дедушка умер хозяйка продала участок новый хозяин сказал да я здесь что-то свое построю не разбирали взяли просто манипулятором подняли поставили на кузов привезли сюда сняли и поставили на фундамент такой небольшой да это живот то самое как раз вот это перемерзаемое строение это как раз вот тот диаметр из которого надо делать баню в случае если она перемерзаем и если ее топят периодически если она периодичка то ее делают вот мне больше 18 день да есть то есть такой момент что все думают что если баню затапливать периодически в действительность если вы баню топите временами раз в неделю то диаметр бревна нужен наоборот маленький для того чтобы дерево прогрелась целиком если дерево не сможет вот диаметр бревна если она не сможет целиком прогреться во время топки бани то точка росы останется внутри дерева и начнет его разрывать а небольшой диаметр такой же такой как у этой сарайки он прогреется полностью потери тепла в любом случае будут но дерево прогреется полностью и точки росы внутри дерева не будет образовываться и потом она также его просто не порвет внутри потому что дерево дерево когда в нем остается роса внутри да и потом она замерзает его рвет изнутри просто разрывает поэтому нужно добиться того чтобы точки росы внутри бревна не оказывалось не в момент когда она прогревается она должна прогреться наружу полностью не в момент когда она стывает баня если она не остыла полностью не выстыла если она периодичка то она просто придет в негодность за 5-9 лет там за 10 поэтому у нас как правило и думают что баня должна служить 10 лет и потом ну это же выгодно для производителей бань мне понравился классный аргумент я говорю мужик а что ты не делаешь нормальные бани ну качественные то ты чё я так уже 30 лет строю у меня есть клиенты которые уже по три бани заказали вот это вот и выгодно ее так стоять подожди а где предыдущие две когда ты строишь третью курятник ну там козник сгнила ему выгодно баня баня может стоять 200 лет вот этому срубу ну не знаю лет может 60-70 немного но это и не баня и здесь вентиляция не полностью сделано я буду доделывать он вентиляционная труба и она так же точно как и по банке 60 лет вот этому дереву и по нему даже не видно что где-то началось какое-то обниение и не будет а зачем глины замазаны все мало того мы его поднимали перевозили он трясся валился во все стороны да потом его поставили на место он как влитой встал и стоит до сих пор ничего ему не будет и будет стоять до бесконечности пока где-нибудь что-нибудь не потечет а здесь не потечет крышу-то сделаю ладно пойду коз покормлю кстати универсальный то что касается бани универсальный утилизатор бушных веников березовых это коза у меня все веники которые в бане отработали потом превращаются вот такое видишь единственно что они не съедают у моих веников это ручки потому что ручки замотаны полностью они закрыты и я этими ручками работал в баньке массажными делами так далее они у меня не давали развалиться венику единственно что и остается все остальное съедают начисто козочки а это цесарки вот из-за них приходится решетку делать цесарки они вечно дикие бешеные и они зимой не несутся они будут нестись только летом они летают но это африканские куры а наши петухи обычные он спокойный они приручены уже это со дня на день будем уже доить но пусти а как вот ему две недели козочка у нас родилась козлеоночек чего пищишь ой страшно-то как сегодня уже буду отлучать завтрашнего дня начнем доить козочка скоро у нас козье молоко будет еще вторая вторая коза еще не отелилась вот смотри вот уровень земли вот уровень земли под землей всегда тепло потому что все что будет заглублено под землю будет греться изнутри случае если только холод не проникает поэтому что делаем мы делаем широкую заваленку вот это вот заваленка да она керамзитом завален у меня вот этот сруб он не стоит на фундаменте он стоит на столбах это металлические столбы на металлических столбах он стоит но вокруг него обычным старым шифером с этой же крыши снят вот этим огорожено с одной стороны огорожено с другой стороны между ними заваленки керамзитом получается утепленная фундамент подушка такая и он утепляется так чтобы захватить собою и часть сруба чтобы не было мостика холода да он поднят на где-то на середину второго венца для того чтобы не было мостика холода между вот обычный ленточный фундамент делаю бетонный да и потом бревно на него кладут и там получается дырка дырка свист потому что у бетона он промерзает однозначно но у бетона свой коэффициент расширения у дерева свой коэффициент расширения они гуляют друг по другу постоянно скользят и как бы ты там не законопачивал он постоянно будет раскрывать мостик холода и туда устремится весь холод с улицы будет холодный пол та же самая фига лиственница это вообще камень тот кто ставит лиственницу на первый венец или под первый венец лиственничное бревно это человек который сознательно обрек твою баню или твой дом на сгнивание он знает что первый венец будет гнить с этим делать он ничего не собирается он просто отсрочивает время сгнивания за счет того что туда засовывают вот это каменное дерево холодное каменное дерево у которого теплоемкость я слышал что есть совершенно разная плотность дерева разная плотность дерева поэтому разная получается и коэффициент расширения и между ними получается мостик холода дырка и как только ты изнутри затапливаешь печку в доме становится холоднее до печка начинает высасывать большое количество воздуха входа для воздуха не придумано не сделано в обычном доме да ну в неправильном доме так сказать и он начинает засасывать просто под пол холодный воздух а там же еще и продулы оставили в продулы там вообще свистит по полной программе чтобы побольше зашло холодного воздуха и мы одной рукой засовываем туда холодный воздух создаем аккумулятор холода прямо у себя под ногами второй рукой начинаем создавать дорогущий толстый сэндвич утеплителя да 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 теплые полы и там прочее прочее только для того чтобы теперь спастись от того холода который сами же туда напиндюрили и чё с этим делать все очень просто закрываем все к чертовой матери и высасываем печка изнутри чтобы печка засасывала воздух из-под пола а воздух теплый был вынужден опускаться из дома но обязательно нужно еще подумать как поддастся теперь воздух внутрь бань а вот то что касается курятника очень простая штука мы курятник просто заглубили на 8 уже теплее уже теплее уже теплее но плюсовую температуру создают бактерии там просто вот сейчас внизу да бактерии перерабатывают какашки там специальные бактерии брошу они с перемешаны с опилом он мешки с опилом стоят и опил я чуть-чуть добавляю время от времени и там постоянно плюс 40 плюс 30 под ногами у них держится под пойди потрогать пойди потрогать просто вот возьми опил с пола потрогай какой он температуры он до 50 разогревается это вот бактерии они съедают и вот эта подстилка она дает невозможность куром нестись там по ну яйцо в день то есть 18 куриц там 15-16 из кежели каждый день да они круглый год несутся с небольшими перерывами иногда устраивал это вот бактерии работают а зачем я буду сюда тратить электричество или ставить печку бросил бактерии они стоят две тысячи за 100 грамм я эти 100 грамм рассыпал пополам в обе части эти две тысячи рассыпал считать 1000 на 1 1000 на другой и теперь я их не если я их не загублю каким-то образом да или не замочу или не заморожу там чуть не убил то они будут работать вечно просто добавляешь добавляешь немножко нового пива убираешь старая пил чуть-чуть и все и рухлишь по время от времени все что нужно и вот тебе готовая печка элементарно но чувствует себя великолепно вот я видишь не боюсь оставить вот на так долго оставить им открытые двери потому что тут же сразу все нагреется то есть вот он и плюсом за счет того что здесь заниженные двери лишь дверь не низенькая это принцип так как в бане помнишь бане в стареньких банях всегда делали там с метр двадцать дверь метр тридцать дверь нельзя делать в бане метр семьдесят нельзя делать в бане метр восемьдесят либо ты делаешь метр двадцать чтоб человек нагнулся и заполз в эту баню чтобы голову не разбил либо два метра чтобы ни один человек не ударился головой ну выше выше двух метров крайне редко люди бывают они уже привыкли к тому что нагибаться надо везде вот но ты когда ты делаешь метр восемьдесят всех кто ростом метр восемьдесят три метр восемьдесят пять ты обрек на снос головы об этот косяк и будут люди приходить постоянно в этот косяк но как только ты повесишь пара захват пара захват визуально является препятствием человек подходит и интуитивно начинает нагибаться он начинает проседать под него начинает проныривать и он на голову уже не сносит у нас как правило печи двери и продаются метр шестьдесят метр восемьдесят двухметровых либо они не продаются потому я делаю сам либо покупаю двухметровые для дома но двухметровая дверь нафиг не нужно эти метр шестьдесят метр двадцать делать но в метр двадцать но я понимаю если бы мы были в японии я бы сейчас рассказывал о том что надо сначала поклониться богу бани потом зайти внутрь там так далее это то что они делают со своими ресторанами да рассказываю что вот там ты должен поклониться еде потом зайти это островное государство энергетики ноль своих ресурсов ноль поэтому они экономят на всем поэтому в рестораны входы очень низкие заниженные мало того потом внутрь заходишь еще поднимаешься на пару ступенек и потом ты уже ходишь выше среза двери чтобы тепло не выходило на улице очень дорогие просто нет поэтому а а дверь закрытую в ресторане держать нельзя иначе никто не зайдет дверь нужна открытая но тепло уйдет поэтому маркетинг они делают вот так ну а здесь а здесь хитрость за счет того что я сделал заглубление внутрь увел просто потому что я знал что у меня приедет баня вот всего вот такой высоты а я не хочу нагибаться внутри мне нужно чтобы было высоко чтобы я там в полный рост ходил внутри а это значит что я вот уже ударюсь головой поэтому я взял и заглубился баня старая не моя нос не баня стайка не мною сделано ну и это тоже вариант тоже хорошо ладно сейчас яички соберем да пойдем все надо продумывать вот кормушки нужны такие чтобы с ними было удобно работать да чтобы высыпать засыпать все это чтобы было хорошо и не мешало потом потому что кормушку поставишь какую-нибудь на полу они все время переворачивают это все потом они не съедают короче все что делается в хозяйстве все что делается в бане все что делается в доме все это нужно сначала обдумывать сначала нужно подумать как это все сделать и только потом уже начинать приступать к действию чем лучше ты обдумаешь тем меньше ты потом денег потратишь на переделки потому что каждая переделка тебе встанет потом просто золотой золотая она будет это переделочка иди домой это иди домой 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 здесь тоже на автомате сделано включение света то есть утром-вечером свет включается сам я не бегал утром восемь утра им не включая свет или в 7 утра здесь стоит релешка временная она сама включает сама вечером включать вроде мелочь а приятно утром не бегать вечером не бегать один раз день пришел что-то сделал я жутко ленивый человек я только этим и горжусь что я ленивый человек я хочу утром спать спокойно поэтому я хочу лежать у себя на печи какое-то время я емеля я русский понимаешь я тот самый емеля который сказал печка едь царевне сама и тогда я замкну это женюсь да но для этого же надо придумать эту печку поймать эту щуку сначала то есть для того чтобы жить как бы богата можно необязательно много зарабатывать можно много не платить есть миллиард способов не платить лишний раз не платить сэкономленный миллион это есть заработанный миллион поэтому самый простой способ просто не пахать лишнего не соблазняться на всякие разводы которые сейчас те же строительные компании предлагаете же производители всякого всякого и и делай только то что тебе нужно действительно нужно то есть с теми же там с крышами с потолками с подвалами с утеплителями с прочими вещами вот смотри мы сейчас живем в 2000 каком-то там году люди жили ну скажем там 6 тысяч лет до нашей эры 10 тысяч лет до нашей эры 15 тысяч лет до нашей эры то есть они прожили вот как минимум ну вот на том что можно потрогать руками да на археологических исследованиях прожили там пятнадцать семнадцать двадцать тысяч лет и они дожили до нашего времени но у них не было кнауфа у них не было шинглса у них не было там не знаю там каких-то утеплителей каких-то из-за спамов и каверов там и прочего прочего ничего не было но они дожили семнадцать тысяч лет ничего уроды были идиоты и балбесы полные что ли ведь они дожили до сегодняшнего дня почему мы так как это как бешеные носимся за в своих офисах сидим на компьютерах что-то зарабатываем в калом в калом в калом в калом зарабатываем эти там 300 тысяч там на очередную там вложить в постройку дома потом приходим на дорогой за твое промышленное изобретение забери а в башку то включить а тебе вообще нужно было за это за это платить деды нифига не платили за это никто не платил за утепление крыши никто не платил за утепление стен ни копейки не платили за всякие пропитки и так далее никто не тратил на это деньги какие деньги деду расскажу вам просто покрутит у виска и все скажет чуть больной что ли зачем это все тратить все же очень дешево в этом мире утепляли листвой и опилкой и так и работа причем в чем я убедился да вот есть такая там афоризм такой что бог придумал пищу да а черт повара то есть есть пища но ее можно испортить и очень круто испортить из этого сделать какие-то там сочетания чего-то несочетаемого совершенно несъедобного хотя будет вкусно и так далее но это соблазны и вот то же самое со стройкой то есть есть естественно природные материалы они вокруг нас они вот здесь вот везде этим природными материалами можно воспользоваться и сделать шикарное строение любое строение но нам все это надо испортить использовать химию использовать краски защиту все-таки производства современных материалов тоже можно сказать что есть хорошие материалы но есть плохие продавцы которые продают материалы сами не не понимая до конца для чего они были изобретены эти материалы очень я тебе так скажу вот и если бы я разделял твое мнение то у меня бы сейчас на всех моих видео было бы куча спонсоров ну да я нахер посылаю всех спонсоров почему потому что никого из них кроме какого-нибудь простого керамзитового завода я рекламировать не собираюсь потому что все что они придумывают это было 300 400 тысячу лет назад придумано самым простым природным способом они сейчас каждый раз изобретает велосипед но делают таким образом чтобы это приносило доход и и это первое что они не пытаются добиться не принести тебе благо в твой дом а положить себе копеечку в карман поэтому целеустроение у них обратное сначала они думают как заработать и только потом как из этого сделать теперь тебе утепление дома или там создать тебе какую-нибудь баню или там так далее это обратное целеустроение я думаю что все эти моменты на которых можно сэкономить то что мы можем взять из природы а прямым да все что лежит под ногами все что растет вокруг нас пойдем расскажу как что мы и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»